Расскажи подробнее вообще про бизнес автобусный. Как вообще занимаешься им вообще? Успешный, неуспешный? Автобусный бизнес это довольно сложный бизнес, потому что нужно разобраться в марках, моделях, в сочетании трансмиссий, двигателей и кузовов. У меня в принципе высшее техническое образование, закончил Бауманский институт, университет. Московский государственный технический университет имени Баумана. Пришлось немножко какое-то время, скажем так, поупражняться в изучении рынка, поупражняться в изучении технических вопросов, поупражняться в каких-то там проектах, связанных с закупками, с продажами, с документооборотом, с оформлением и так далее. С налогами. Ну, пришлось, да. Нормально было. Вот, друзья, какая ситуация. Мы сейчас с Сергеем поговорили, и я понял по ценам, вообще по ценам, какие автобусы он мне фотографии показал, какие цены на него стоят. И я хотел предложить вам, вот кто у меня, скажем, у меня канал караванеров, кто бы хотел, например, автодом сделать своими руками. У него есть автобусы, вот сейчас вы фотографии увидите на экране, 12-метровые, разные. Соответственно, они категории С идут, есть там двухсевые, трехсевые. Нет, Леша, они не С, извини, они Д категории. А, категории Д даже, да, получается. А, получается, это обмагировать тоже надо будет, да, если автодом собрать? Да, то есть нужно будет сделать потом комплект документов. У меня много очень обращений именно по покупке автобусов в дальнейшую, скажем, переделку под автодом. Даже один ко мне приехал испанец Тенерифе, и он подбирал себе 13-метровый трехосный автобус, Мерседес, для того, чтобы переделать его в автодом и совершить на нем кругосветное путешествие. У него для этого был специальный канал, спонсоры и так далее. Даже так, да? Но в итоге так и не купил автобус, хотя проезжал дважды или трижды. Смотреть даже, да? Смотреть, да. Сказал, что жена. Да, почему-то против, которая его не видела вживую. Не видела. Вот опять же, говорит, здесь про испанцев. Вроде испанец все смотрит, говорит, да, а решение принимает жена. Которая находится на Тенерифе. Да, 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 интересно. Вот скажи вообще по ценам вообще. Какое у тебя сейчас наличие автобуса есть? Вот мы пойдем снизу вверх. Да, ну, цены разные. Все зависит от года выпуска, все зависит от шасси, от состояния автобуса. Ну, в принципе, я вам скажу так, что изучив европейский рынок автобусов, в Испании можно купить самый дешевый автобус. Самый дешевый автобус в сочетании цена-качество. Почему? Потому что здесь очень много марок собственных производителей автобусов. Таких, как Иризар, Ножи, таких, как Сундеги Сидерал модель. То есть это чисто испанские бренды, Биолаз. Это чисто испанские бренды, которые производятся именно в Испании. Это их, как бы, кузова. И поэтому этих автобусов здесь очень много, и они здесь недорогие. Те автобусы, которые я покупаю, это автобусы уже не новые, которые уже отходили в сроки, или могут уже отходить в свои сроки. Но, в принципе, они еще с хорошим ресурсом. Потому что ресурс пробега вот таких автобусов составляет полтора-два миллиона километров. Если вы покупаете автобус, который прошел 800 тысяч, считайте, что у вас еще 800 тысяч километров есть в запасе. Ну, как минимум 500 тысяч километров. А вы представляете, что такое проехать 500 тысяч километров на автобусе, если вы его переоборудуете в караван, в большой такой. И вам это обойдется, если сравнивать, допустим, с аналогичной моделью, которая выпущена фабричным образом, вам это обойдется в разы дешевле. Но, конечно, это не будет, может быть, такого класса автобус, потому что он изначально не фабричный. Но он будет удовлетворять каким-то вашим минимальным запросам на путешествие. Как правило, это большое пространство внутреннее. Как правило, это пневмоподвеска, которая позволяет преодолевать кое-какие, скажем так, неровности дороги. Некоторые автобусы имеют санузлы, туалеты, уже изначально существующие, двойные стекла, двойное остекление, отопление. Даже отопление есть уже. Да, есть отопление. И очень большие кондиционирования, соответственно. И очень большие багажные отсеки. То есть вы можете с собой барахла, извините за выражение, возить очень много. Скажи, по ценам, у тебя какой-то автобус есть 2007 года, да, по-моему, что-то цена была там 13 или 14 тысяч. Нет, это неправильно, да? Неправильно. В 2007 году автобус стоит сейчас 37 тысяч евро. А, да, да, перепутал немножко. Да, это автобус Mercedes Reserv PB, высокий, на пневмоподвеске, механическая коробка передач, 57 мест. Он имеет большие багажные отделения, вот, у него пробег 800 тысяч. Ну, для мотора Mercedes при хорошей эксплуатации, при хорошем уходе, это, в принципе, не пробег. То есть он еще, как минимум, 500-600 тысяч пройдет. И что, да, путыли? Да, да. Отлично. А те, которые, ты сказал, вот, которые дешевле, да, автобусы, да, автобусы, да, автобусы, да, автобусы 2003 года. Ну, это тоже Mercedes, это тоже MAN. База. База MAN, да, на кузовах Erizar, испанского производства. Ну, вот, но эти автобусы, они стоят дешевле и за года выпуска, хотя они имеют аналогичный пробег, 800-900 тысяч. То есть по ресурсу они такие же, и стоят они в районе 10, 11, 12, 13 тысяч евро. Все зависит от конкретной модели. То есть если приобрести в качестве базы для автокаравана будущего своего, такой автобус за, допустим, ну, в среднем возьмем 12-13 тысяч евро, то есть на российские деньги это будет меньше миллиона рублей, заметьте, да, вы получаете 13 местров жилого пространства, которое может с вами передвигаться. Да. Если вам, конечно, это необходимо. Я, например, честно говоря, так вот сам, как являюсь караванером, владельцем каравана, я, честно говоря, не приветствую такие размеры, потому что это довольно трудно в управлении, особенно на европейских улицах. Это не в каждый кемпинг ты можешь заехать, и не на каждый участок ты можешь встать, потому что обычно все планируется под размеры автодома, автокаравана 7 метров в среднем, вот, а это такая вот махина 15 метров, 13 метров, 12 метров. Ну, и если кому-то хочется вдруг, хочется вдруг пространства, то вот, пожалуйста, вариант. Вот. И, друзья, что я хочу сказать. Вот, например, мои видео на канале видели, например, вот, автодом я снимал, последний раз вот американца, снимал автодомиканца, он стоил, по-моему, 100 тысяч евро, это на болгарских номерах, и он был 15-го года уже сделан, автодом, соответственно. Вот. А здесь, представляете, получается, да, он не 15-го года, он там, там, 2003-го года, там, постарее. Ну, соответственно, и цена у него не 100 тысяч евро, а, например, там, 10-12. И вы, там, вложив эти деньги, может быть, сами сделаете, если вам нужно дешевле. Вот сейчас, например, Макс Тревелл собрал, вот, у меня на канале вы видели автодом своими руками. Они там буквально в 500, ну, это, конечно, понятно, что пространства гораздо меньше. Они буквально в миллион укладывали своих, там, средства. Вот. И у них получался, например, нормальный автодом. Поэтому здесь вы тоже можете. Я знаю, что в Польше можно загнать автодом туда, например, там, скажем, базу, например, Мерседеса. Вам из него, там, за 10 тысяч евро еще, там, или даже меньше, сделают тоже еще автодом. Вот. Поэтому, в принципе, кто хочет сэкономить и собрать себе автодом хороший, и даже, по сути дела, квартиру, чтобы жить, например, даже так вот. В принципе, вот моя мечта была, там, купить большой автодом, я уже говорил. Вот. Можно, например, рассмотреть этот вариант. И есть 4 автобуса. Вот. Это, соответственно, цена категория. На данный момент, да. Вот. Потому что количество автобусов меняется. Когда-то больше, когда-то меньше. Да. Поэтому, вот, рассмотрите, соответственно, там есть 2007 года, 2003. И, соответственно, ценник они уйдут, там, от 12 и до, там, 37. Вот, видите. То есть, 37 тысяч евро, это, соответственно, не 100 тысяч евро. Ну, понятно, да, что он будет, это просто автобус. Там нужно будет продать сиденье, по-моему, сиденье тоже, по-моему, продать можно хорошо, да? Да, сиденье бэушное стоит достаточно дорого. Одно сиденье стоит в среднем 500 евро, а там их, извините, 55. 55 по 500, это сколько уже? Это уже получается порядка 26 с чем-то тысяч евро. 26. А это реально так можно сиденье продать даже, да? Ну, кому необходимо, по одному, это, конечно, можно продать, но, как бы, есть, есть запрос на приобретение сиденья со стороны владельцев транспортных компаний, если у них сиденья износились. Вот. И если ваши сиденья в вашем автобусе будут в соответствующем состоянии. Вот, друзья, поэтому есть вариант рассмотреть, кто хотел автодом, и, в принципе, вот ценник устраивает, можно, скажем так, этот вариант рассмотреть. Поэтому я оставлю, сейчас вы увидите фотографии на экране, посмотрите, вот эти автобусы, варианты разные. Я оставлю контакты Сергея, и, в принципе, кому заинтересует, можете позвонить, написать и, в общем-то, обговорить все нюансы. Потому что автодом уже на испанских номерах, по сути дела, вам, чтобы купить его, нужно только одно НИЕ, оно здесь стоит, там, 100 евро, грубо говоря, вот так вот, НИЕ, и у вас будет автобус уже здесь. Ну, и, соответственно, здесь его, там, отсюда гнать его в Польшу, или здесь его собирать где-то, в общем, все эти варианты тоже есть. Поэтому, кто заинтересовался, может написать и, в общем-то, этот вариант рассмотреть. Из автобуса можно, я думаю, вполне сделать автодом, и здесь спокойно в нем жить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok